Жители 112-го дома на улице Куконковых каждый день наслаждаются всеми прелестями кальянной, не покидая своих квартир. Вот только удовольствие от дыма и громкой музыки люди не получают. Наоборот, с тех пор, как в нежилом помещении на первом этаже их дома открылось увеселительное заведение, собственники квартир не знают покоя и сна. Во-первых, идет запах в квартире, нет надлежащей вентиляции. Во-вторых, шумы постоянно. График работы до трех ночи с пятницы по воскресенье. То есть играет шумно музыка громко, хлопание дверей, мебель, стуки мебели. Ну, естественно, смех, гогот, это все слышно в квартирах и спать невозможно. Жители пробовали разговаривать с собственником. Убеждали, пока нет шумоизоляции, сократить график работы хотя бы до 12 ночи. Когда поняли, что метод диалога не сработал, обратились в полицию. Правоохранители оштрафовали хозяина заведения на пять тысяч и уехали. А веселье на первом продолжилось. Последняя инстанция, на которую люди возлагают надежду – депутаты. Как оказалось, проблема эта не такая уж и частная. Ставшие в последнее время популярными кальянные открываются одна за другой. В большинстве случаев – в жилых домах. Со всеми сопутствующими неудобствами для жителей. Есть регионы, в которых на законодательном уровне запрещено такое соседство. Но в Иванове это пока серая зона. Оно может быть не так громко и остро звучит, но это ежедневные, так скажем, ежедневные жалобы. Действительно, мы сейчас с жителями пообщались. Это то, что каждый день их серьезно беспокоит. То есть, начиная от, так скажем, здоровья, заканчивая их просто безопасностью. Потому что здесь тоже до утра гуляют, ну, сами понимаете, и маргинальные элементы, и прочие склонные к криминалу личности. Мы с коллегами изучили практику соседних регионов и с нашими юристами пришли к выводу, что мы на региональном уровне эту норму можем регламентировать. То есть, проще говоря, в ближайшее время мы подготовим законопроект, который унесем в областную думу о том, что, о запрете подобных заведений, таких как кальянные, в многоквартирных жилых домах. На написание и рассмотрение законопроекта потребуется время, а помощь жильцам нужна уже сейчас. В данном случае можно прибегнуть к иным нормам, уже существующим. Такие заведения, опять же, вот самое главное, это отвод вот этого дыма, да, и пожарная безопасность. Вот если жители жалуются, и они причем объясняют это тем, что вот этот собственник или арендатор данного помещения, где открыто вот это заведение, он просто каким-то образом подключился к общей вытяжке, значит, многоквартирного дома. Ну и понятно, что в квартирах стоит этот дым. Это вот опять же нарушение, и сейчас вот мы готовим запросы в надзорные органы, чтобы проверили на все соответствие их деятельности законодательству. И в случае хоть какого-то нарушения, я думаю, что мы здесь либо в прокуратуру попросим обратиться в интересах, значит, неопределенного круга граждан, да, либо сами поможем жителям обратиться в суд и как минимум оштрафовать и представить деятельность. Но, конечно, закон о кальянных поможет большему количеству людей, столкнувшихся с этой проблемой. Ведь оказать адресную помощь жителям каждого дома, в котором дымят и шумят, невозможно. Наталья Гутарина, Денис Денисов, РТВ Иваново.